привет любители спорта и футбола в частности вы на канале истории спорта этот выпуск про чемпионат европы а если быть точнее про футболиста чей гол стал единственным до сих пор победным для отечественного футбола принесший кубок европы нашей сборной викторе понедельники вспомним миф про убийство мечом обезьянки вратаря советским форвардом так что лайк подписка помимо ну и не забываем заходить на наш видеоблог истории спорта точка ру ну и поехали советский спортсмен родился 22 мая 1937 года в ростове-на-дону отец владимир работал журналистом в газете а мать софия занималась сестринским делом когда началась великая отечественная война виктор с матерью переехали в тбилиси здесь мальчик впервые познакомился с футболом по окончанию войны сын с матерью вернулись в ростов-на-дону футбольной карьеры игрока началась в кружке буревестник 56 году юноша вошел в ростовский торпеда затем переименованный в россельмаш выступающий в классе бет за первый год игры молодой спортсмен забил три гола в пяти матчах получил приглашение в сборную сэр стал первым в истории футболистом призванным в первую сборную не из команды высшего дивизиона на чемпионат мира в швецию не попал из-за травмы коленного сустава с 59 года выступал в местном спортивном клубе военного округа нынешний ска из ростова-на-дону дебютировав с командой в классе а чемпионата ссср по футболу против цск м о на тот момент бронзового призера 58 года понедельник открыл счет в матче и новую главу в летписи выступлений команды высшем чемпионате страны в 1960 он был включен в список лучших игроков сезона чемпионата ссср где находился еще три года подряд шестьдесят первым виктор вошел состав цска но в новой команде он не участвовал в играх и возвратился в родной ска где играл до 65 года в 66 году переходит московский спартак но не сыграв ни одного матча как и в цска завершает карьеру в период с 56 по 66 понедельник провел 217 матчей в чемпионатах ссср забив 86 голов в 1960 году на чемпионате европы во франции в составе сборной ссср стал чемпионом финале уступая в первой половине матча 0 1 сборной югославии в начале следующего тайма на 49 минуте счет сравнял слава метров или в упорной игре дополнительного тайма на 113 минуте гол виктора понедельника стал золотым сборная сср по футболу выиграла кубок европы сделав победителей самыми выдающимися футболистами в истории советского футбола и первыми обладателями трофея этого турнира он вспоминал игра с югославами сложилась нервно у нас тогда отношения ститы были хуже некуда а югом за победу пообещали собственные дома с участками машины какие-то немыслимые по нашим понятиям деньги у меня же часто потом спрашивали наградили ли нас за победу победами наградили обычно отвечал я но вручить забыли так вот конечно югославы рвали метали первым забили но отквитали вали бубукин за счет своей чертовой ноги метров с тридцати как даст от вратаря мяч отскочил а слава метровели уж тут как тут пошел дождь и где-то под занавес матча в дополнительное время уже 112-113 минуты матча я выпрыгиваю бью головой не вижу но чувствую гол и шикаварос кудесник шикаварос его единственный из европейцев приглашали в бразилию учить детей техники стоя на коленях в грязи плачет в 1962 году в составе команды дошел до четверть финала на чемпионате мира проходившим в чили в 64 на кубке европы в испании сборная выиграла серебро понедельник демонстрировал красивую игру однако проблемы со здоровьем нарушили успешную карьеру в шестьдесят шестом году острые приступы астмы не дали спортсмену участвовать чемпионате мира проходившим в англии составе сборной ссср виктор владимирович участвовал в 29 игров забив них 20 голов завершая карьеру понедельник провел прощальный матч его команда закончила сражение со сборной гдр со счетом 2-2 интересным в карьере понедельника стал миф об убийстве обезьяны во время матча история была превращена в народную легенду байку обрастающие несуществующими подробностями миф повествует о том что в одном из африканских футбольных клубов тренеры научили обезьяну ловить мячи чтобы проверить навыки животного был приглашен виктор владимирович по легенде животное сумело поймать мяч нападающего однако удар был настолько силен что примат скончался с этого момента футболисту было запрещено бить в полную силу а для контроля на ногу игрока теперь должна была надеваться предупреждающая повязка чтобы судьи следили за действиями спортсменов в реальности истории со смертельным ударом выглядела иначе шестьдесят третьем году ска проводил серию матчей с командами из африки в роли капитана команды выступал понедельник воспоминаниях футболист отметил что когда сборная мали вышла на поле он увидел вратаря обезьянку с цепочкой посадив животное на перекладину ворот вратарь начал игру в ходе матча советский нападающий отправил дальний удар по воротам соперника мяч ударил по перекладине на которой находился примат от неожиданности животное упало на землю и осталось неподвижным африканская сборная тут же прервала игру на трибунах начался хаос советских спортсменов полетели разные предметы и игроки вынуждены были скрыться в раздевалке оказалось что обезьяна талисман команды мали если бы примат умер неизвестно какая бы участь ожидала ска но история на этом не закончилась на матче присутствовал журналист французской газеты изложенную им информацию об инциденте в ссср неверно перевели выставив понедельника убийцы обезьяны вратаря ошибочный дефис попавший в текст также послужил появлению баки об обученном ловить мечи животным ситуации прояснилось но история об убийстве примата быстро ушла в народ виктор понедельник легендарный советский футболист принесший сборной ссср победный гол в шестьдесятом году в финальном матче кубка европы спортсмен не расстался с футболом даже когда закончил карьеру футболиста начал писать книги о собственном опыте в популярной игре виктор владимирович показывал на соревнованиях красивую результативную игру отточенную технику но вы дорогие друзья обязательно ставьте лайк нашей легенде футбола подписывайтесь на канал оставляйте комментарии и посещайте наш видеоблог истории спорта точка ру ну и как всегда всем добра тепла мира всем пока камера мотор поехал ну по окончанию войны сын с матерной в 1960 году на чемпионате европы во франции в составе сборной сл ссср в 1962 году в составе команды дошел до четверть финале как так миф повествует о том что в одном из африканских футбольных клубов тренинг как обезьяну ловить мячи чтобы проверить навыки